всех приветствую на своем канале сам себе режиссер меня зовут Ольга вчера мне никакого настроения не было не записывать не разговаривать почему не знаю видно так звезды сошлись я задумалась начала искать в интернете что-нибудь прочитать успокоиться или наоборот объяснить почему так но нечаянно напала вот там интервью брали у василисы это астролог наш которая давай поженимся она была на этой передаче соучастницей ведущей и сейчас она уже не работает отказалась потому что так случилось что во время пандемии она попросила две недели отдохнуть в студию не приходить по состоянию здоровья что подлечиться ей отказали в этом и она ушла ну хвалит эту программу ничего что ну как говорится не обижается ничего говорит ну а как же я же команду подвела а раз не могли отпустить значит не могли ну или горит я и обходится конечно она и без этой программы я конечно подозревала что хорошие заработки у них ну как она рассказала как сейчас я послушала ее консультации только стоит и 70 тысяч и 100 тысяч консультации и прямо думаю молодец молодец что она я них не берусь за это смотреть астролога на рассуждать там обманывать не обманывает правда не правда это астрологические предсказания как-то не берусь потому что я не могу доказать правда это или неправда многие конечно ругаются что это только сбор денег ну я не об этом этого каждого личное дело как предсказывать так и ходить предсказателям ну я главное сначала так посмотрела думаю ну что я там у астролога могу понять но интервью ровный журналист женщина она так вопрос задавала бытовые что по знаком сделать а там говорит я очень водолеев опасаюсь мол мужчин женщина ведущая и на как я водолеев мужчин опасаюсь почему-то мне с ними не везет но я водолей я вот 19 февраля и вот иногда они это 19 при относят как рыбы а иногда как водолеи вот я на этой границе ну и мы смеялись а с внуком кто же я все-таки вдали или рыба он залез туда в интернет погуглил и определил что я рыба вот я она когда начал про водолеев говорить а я не согласна я чувствую себя водолеем но по всем описаниям какие мы читаем я их к себе применяю рыба это маленько не мою ну вот водолея на говорит это же знак воздуха и она описывает водолея как там с венеры там начала все эти планеты это предыстория как она смотрит и водолея говорит это такой человек который любит все новое и быстро осваивает это моды не боится вот как только какую-то ерунду покажут модную но как это было в мою юность то на брюки широкие такие цепочки вешали то пуговички першивали то в общем как только новость какая-то в моде где-то промеркнула я сразу тоже на себя это вешала вот такие хиппи вот эти были немножечко тоже как-то не очень там но что-то какой там у них брали допустим этот квартет был бунилэм там они бунилэм а битлэта битлэс у них же костюмом били без воротников и вот мы себе клифты нашли без воротников ну копировали то что впервые увидели и мы не боим и мы и не боялись этого наоборот и она тоже говорит что водолей не боится воды 1 нагибает всякую ерунду на себя это точно и сейчас я как говорится я хочу одеть то что мне нравится или то что я думаю что это ну как сказать крик моды хотя я старая но например раньше я не носила шарфы у меня так вверх грузный а сейчас за счет того что шея у меня гармошку я многое накупила шарфов у меня наверно штук 40 их надо когда-нибудь вам тут подемонстрировать может он не верит но шарфы всякие и теплые и тоненькие такие всякие но я и демонстрировала я несколько раз садилась на видео в разных шарфах закрывала свою шею кто смотрел тот знает что я не обманываю вот но теперь я уже как говорится обязываюсь этими шарфами и стараюсь чтобы не так страшно выглядеть это тоже смелость можно сказать в моде не каждая бабушка позволит себе обматывать там газовым шарфом но тепло естественно это не берется и вот у меня теперь то что я не любила почему-то сейчас это надо носить вот все что и она рассказала про водолеев я все это для меня про меня меня я тебе отношу все-таки к водолеям я в 10 утра родилась но там не знаю точное время мама говорил что 10 утра но по московскому это уже как наверное 20 но это еще не 19 это же еще 18 значит потому что если по москве считать ну вот я хорошо посмотрела что знак воздуха это неплохой знак и точно я все это новенькое все вот некоторые с этими телефонами не хотят вот мои сверстники даже моложе я не знаю как то а мне интересно я все я спрошу молодых как это я все равно добьюсь я все равно узнаю как это мне интересно вот это вас водолею присущим ну и я еще послушала эти знаки земли девы козероги она пишет она рассказывает что это долгожители потому что они такие неспешные несу не то суетящиеся знаки вас воздушные это знаки а знаки земли такие неспешные они при этом не теряют так энергии они все это размеренно делают и поэтому у них немножко продлиться может жизнь ну мне это порадовал меня дочь дева вот я сегодня столько прослушала не поленилась а чё делать не поленилась вчера настроение было сегодня вот решила поднять чем-то ну думаю и пока обсуждать думаю ну да я расскажу людям ну не одна я такая наверно люди тоже смотрят но может быть не все посмотрят сейчас весна многие с рассадой с этой огородами дачами может быть и не посмотрят а у меня 10 человек смотрят анечка привет это тоже может быть и к применят к себе может посмотреть эту передачу это я не посмотрела правда как она называется ну василиса там даю дают ну и спросила вот эта журналист которая с ней разговаривала что нас ждет вот именно вот эти годы 21 год и дальше но у василиса так сказала что не так уж и плохо 21 вот он будет лучше чем 20 он будет лучше но все равно 21 22 год экономически будут будет не не легче не легче просто он будет лучше меньше было будет всяких катаклизм но я поняла то может быть не так вирус доставать будет ну вот такие политические как вроде бы легче там никаких межусобий сможете по глобальном масштабе будет легче но поэкономически труднее поиски говорит надо еще подтягивать но говорит если это задуматься если задуматься и всю нашу историю нашей россии прикинуть то мы сейчас живем кучерява она сказал ну ну по сравнению с теми годами поднять 70 ну кто видимо как ну тут такой вопрос что если человек хорошо разбирается в этом они просто спрос посмотрит молодость вспомнит и вспомнит как ему было хорошо это просто досмотреть как мы у нас не было лишней порога у нас не было невозможности купить квартиру у нас ничего этого не машин было очень мало ну жили мы не так вот не покупаем корзинами эти всякие полуфабрикаты он что делается в магазинах но я тоже с ней согласна что мы живем сейчас кучерява если конечно не пить не болеть не нарушать закон можно жить даже пенсионерки если они не в кредитах и не не отдают полпенсии детям то не тоже могут прожить хотя пенсии мизерные у нас по сравнению конечно там с израилем может быть ну я не знаю на загранице с какой пост америка я не знаю чтоб сравнить я думаю что не хуже живем чем раньше жили и она так сказала и вообще а вообще она это очень сложно давать сейчас как не прогнозы начиная с двух тысяч седьмого года с 7 и 8 с этого года у нас все на спад пошел экономически мы никак остановиться не можем все падаем и падаем и падаем и раньше чем двадцать пятый год легче не станет экономически 26 вроде бы вроде бы куда-то вверх пойдем полегче будет послушаешь она конечно не могла так ну вот точно но я не ожидала этого ну вот что она сказала я и верю я верю тем более она рассказала как училась вообще на давно уже двадцать лет этим занимается но я бы конечно не пошла к ней за своей судьбой чтобы она мне рассказала про судьбу это очень сказать будешь бояться если что-то плохое а если хорошая пушка где ждать его нет но и она говорит что это очень сложно у него большая очередь на записи и у меня чей 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 на днёр очки но и очень дорого она как я дорогая предсказательница вот 70 100 тысяч только в зависимости от того что человеку надо только консультация а там еще работать с ним и конечно это сложно ну вот наслушалась а и как вроде бы там неожиданных событий как вроде бы не должно случиться у нас стране так она сказала такие глобальных там я так поняла войн там или там митингов с расстрелами но ты-то она так сказала что неожиданных событий стране не должно быть вот а вообще она советует так и я так же говорю что не надо за всю страну вот так вот мы же не знаем где чего случиться и почему я чего некоторые вот наши стране то вот тот митингует правильно вот там тот то делает и все они в политику в эту вот стараются даже вот обычные обыватели мы а я всегда говорю у меня такая подруга она все что китай у нас занял территорию продали вот такие сетей наши земли китайцам в аренду да все такое а я говорю а чё же мы сами то не хотим эти земли осваивать почему мы сидим дома и ничего не делаем даже молодежь наша она не хочет ни деньги большие предприниматели деньги не хотят туда влаживать чтобы разрабатывать и пустырь и у нас я ехала на поезде полдня и все пусто правители видимо и на этом наживаются может быть может быть какие-то от них еще денежки чтобы их запустить это ж мы сами это ничего не делаем а китайцы зайдут все перегонят и деньги правителям дадут и будут ну а как а как и главное рассуждает именно те кто ничего никогда не делал жизни никогда даже не пытался не выучиться не детей выучить не в семье ничего не сделать но рассуждают они в глобальных масштабах страны я всегда говорю надо на своей семье просто не надо заглядывать что продала государство что там государство делает потому что мы все равно истоков не можем узнать лишь бы воздух сотрясать своими вот похлопыванием поляшкам а надо своей семье начинать если своей семье дети не работают как положено не зарабатывают а ждут когда родители умрут и их не койки занять койка место проще говорить и не уважают родителей и даже их родители преклонного возраста кормят этих перед перезрелых детей как можно говорить о глобальных масштабах страны каких-то непорядках в семье непорядок уже семье непорядок а семья это ячейка общества нашего значит что-то упустили родители точно так и наши правители точно так же это же русская как говорится душа дома у них порядка нет и в стране порядка нет а мы вот пытаемся разрулить правительственные заботы не смотря что дома бардак дома порядка нет ни уважения ни заработка не комфорта дома ничего все сидят и ждут кашу сварят и живут а рассуждаем вот тот неправильно сделал да этот неправильно сделал так сделайте дома так чтобы можно было рассудить об этом вот смотрите как я устроил в доме вот смотрите как у меня все продвинулось вот а почему правители наши это устранение делают вот я так рассуждаю всегда надо сначала на себя посмотреть а потом осуждать соседа или соседа или правителя я так вот думаю но это мое личное мнение я сегодня посидела и у меня вот такие вот мысли прямо забродили в голове но я вообще-то свою позицию всегда так высказывала всегда у меня есть такие знакомые что они любят кого-то обсудить не несмотря на свою обстановку в семье в квартире вот никогда кто такой рассуждает он никогда не выйдет цветочек не посадят в полисаднике своем никогда не подметет подъезд свой что это я буду подметать у нас должна уборщица должна да не обязана никто не идет за копейки и они идут по этой грязи и ругают страну ты возьми веник и вымете пример покажи может еще кто-то будет а если никто не выйдет пусть им будет стыдно но этого никто не делает но зато они все дают ума другим как это надо сделать вот как я сегодня ну ладно василиса конечно она их сайт на сайт у нее есть к ней можно записаться там это но очень многие как их назвать то которые подделывают ее страницу и от ее имени даже амулеты продают она сказала на все услышь несколько раз я амулеты не продаю это не я значит смотрите вас обманут да и там особенно пенсионерки на такие которые как и я в интернете могут это но я не на одни сайты никогда не захожу меня предупредили еще давным давным давно что по сайтам не надо шляться не надо ничего открывать чтоб никто ничего не веру с не попал мне не обманул тебя никто и бесплатный сыр в мышеловке я никогда по скидкам ничего не покупаю я не гонюсь за этим десяти двадцати рублями скидки я пойду спокойно возьму чуть подороже но я уверена что меня не обманули ну вот чай бы собиралась собиралась чай уже и чай остывает вот такой я себе чай придумала надоело мне я каждый раз новые завариваю себе свежий в этих чайниках и вот такой я кофе не пью и вот такой вот штучки я завариваю чай почему потому что так раз раз за и залила я так раз уже на один раз раз вылила а с чайника выгребаешь полощешь потом его отмываешь потому что там носик и все 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 так что я вот в таком завариваю чай такая кастрюлька или как она знать можно кофе вот не знаю кофеварка или как его назвать но это примитивная такая дешевая куда она у меня взялась даже не знаю как наш купила наверное вот и решила чаю попить и вот уже сколько тарахчу чай я беру ричард я хотела когда-то показать или я показывал уже не помню вот такой чай ричард вот если апельсиновая корка нарисована значит он с кардамоном это это рассыпной это не пакетирование пакетированные я не люблю и вот такой катя мне купила я пожаловала съесть что мы с наташей в декабре все пачки забрали с магазина четыре штуки то что в комсомольске у них не было а у меня тут еще одна была я говорю карте смотри вкусно она попробовала ли не понравилось она пошла и мне тоже вчера я у нее забрала две пачки купила они я беру и две и три пусть стоят очки сползают ничего не вижу так и еще кто садит на балконе помидорчики и огурчики балконные я вот взяла вот такие вот семена бонсай называется томат карликовые штамп он требует подвязки не требует посанкования плоды округлые не знаю будет толк не будет толк но раз купила значит надо попробовать посадить написано что с апреля надо садить вот с апреля посажу я прошлом году огурчики садила балкон и мне понравилось они плелись я показывала несколько раз на балконе срезала огурчиков много прям для меня это много для семьи конечно это мало а для меня нормально я прям два срежу порежу и хорошо в этом году тоже постараюсь но не знаю посмотрим вот так что вот такие вот сегодня мне разговоры кто астрология занимается тот конечно хорошо зарабатывать это же вот допустим если так человек занимается она как я училась много она же математик она как аналитик экономист математика не аналитический склад ума потому что эти карты чертить там тоже надо вычислять все да это думать головой она такая спокойная это василиса ну вот так с программы давай пожениться пришлось уйти она сожалеет конечно на там двенадцать лет отсидела отсидела да как в тюрьме вот ну сейчас я даже не смотрю не знаю даже кто сейчас там я не смотрю давным-давно телевизор поэтому можно заглянуть включить да посмотреть кто вместо нее там она не сказала кто и журналист не сказала кто я все ждала что скажут вот так сегодня развлекалась вкусный чай так что покупайте ричард ну я я же не рекламная вы же понимаете я никто никто мне никакой рекламы не даст как сказать чтоб я провела это просто я вот своим девочкам кто меня смотрит если любите чай то вот ричард очень вкусный на что у меня наташа не очень-то чаевница но она вот его пью кофе я не пью вообще этот гореча то я не могу сегодня я поговорим поговорим поговорили о том и сём я вроде бы на кого-то посмотрела на меня может кто-то посмотреть и все всем всем желаю чтобы не верили в глупости никогда не рассуждали о том чего не знаем но и никогда не тосковали никогда настроение не было плохим надо чем-то его подпитывать что-то себе внушать занять чем-нибудь вот я заняла сегодня себя в роликом записала видеоролик о его же много всех 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 приветствую и прощаюсь всем пока пока не болеть не стареть кто с пистолетом yes встретимся а это это просто а это все что это это я